Ну вот одно замечание, которое, наверное, вы и знаете даже, ведь локально компактные пространства это очень простые пространства. Вот такое утверждение имеет место, что всякое локально компактное пространство, не группа даже, а просто пространство, имеет, можно сказать, каноническую, однозначно определенную, каноническую одноточечную компактификацию. И наоборот, значит, пространство, локальное компактное пространство можно представлять себе как пространство, которое получается, если из некоторого компактного пространства удалить одну точку, оставить топологию, которая наследуется из пространства. Это, наверное, вам известно, да? Эта компактификация называется иногда Александровской, несмотря на то, что она совершенно тривиальна, как вы знаете и увидите. Но в свое время это было некоторое соображение, только это не наш Александров, а московский ПС Александр Тополог. Не Геометр, не Александр Данилович, бывший ректор, а Тополог. Ну, очевидно, как это делается, да? Значит, давайте доказывать. Возьмем локально компактное пространство и добавим эту точку. Почему я назвал нулем, сейчас будет ясно. И определим топологию. Как топологию определять? Ну, на иксе система окрестностей, какая была, такая остается. А система окрестностей нуля определяется так. Открытые окрестности – это дополнение к компактным. И все. Легко проверить, что это корректное определение, потому что конечное объединение компактов – это компакт, поэтому дополнение будет пересечением соответствующих дополнений к конечному числу компактов. Вот, сфера получается из РН, если добавить одну точку, мерная сфера. Ну, и наоборот, очевидно, тоже, если возьмете компактное пространство, удалите точку и рассмотрите топологию, то это пространство будет локально компактным, конечно, правда? Потому что система окрестностей нуля, которая наследуется одна, одна и та же. Вот, значит, компактификация вообще – это очень важная математическая операция. Их очень много, они очень разные, зависят от структуры. Это самая простая. Значит, относительно группы надо сразу сказать, что К – это не группа. Если, если Х – группа, можно рассматривать, то Х – это не группа, а что? А, конечно, полугруппа. Знаете, что такое полугруппа, я надеюсь? И более того, эту точку, естественно, назвать нулем этой полугруппы, потому что можно определить умножение, что любой элемент на этот элемент, любой умноженный на этот элемент будет равен этому элементу. Сейчас это понадобится, это мелочь, но полезная. Мы сейчас ее тоже используем. Теперь более серьезные вещи. Значит, я определил и доказал существование единственной с точностью до множителя положительного левые инвариантные меры, ну и правые инвариантные меры в любой локально компактной группе. И довольно много вещей можно говорить про структуру эту. Я скажу только об одном круге вопросов. Вот я называл вам книжку Вейля, которая в этом смысле очень богата разными фактами из теории интегрирования в локально компактных группах. Но я хочу выбрать, пожалуй, только два факта. И более того, я даже докажу один нетрадиционным таким аналитическим способом. А это будет первое для вас применение теории представления. Докажу с помощью представления. Значит, вот какие факты можно заметить. Значит, если взять локально компактную группу Ж, я всегда понимаю отделимую группу. Значит, Хаусдорфово аксиома отделения замкнутых множеств имеет место. И для простоты я всегда буду говорить о сепарабельном случае. То есть, случаи, когда Берлевские и Берлевские алгебры совпадают. Сигма алгебры совпадают. Понятно, да? Вот. Давайте возьмем измеримое множество конечной меры. Значит, М или Мю – это будет левая инвариантная мера. Левая или правая – это неважно. Мера Хаара. И давайте рассмотрим такую функцию на группе. Значит, ну, можно ее назвать, обозначить даже РО от Ж икс. Это есть мера сдвинутого множества Е. Симметрическая разность с самим Е. Вот такую функцию. Значит, утверждение состоит в том, что… Давайте это напишем просто как утверждение, не очень серьезное. Вот утверждение этой функции непрерывно. И факт, который, значит, можно вывести отсюда, можно доказывать непосредственно. Но он очень красив, и поэтому стоит его выделить. Давайте рассмотрим разность множеств. Значит, возьмем множество конечной меры. Но не разность, а частная лучше. Значит, если группа с аддитивной записью – сумма, а если группа с мультипликативной записью – вот. То тогда, оказывается, это… Ну, что это такое? Давайте напишем. Ну, это просто множество элементов вида x, y минус первой, где x, y лежат в Е. Повторяю, Е – это множество конечной меры. Вот у меня тут написано. Измеримое множество конечной меры. Так вот, это множество обязательно содержит некоторую окрестность единицы. Ну, вообще, красивый факт даже напрямую. Я не знаю, наверное, по анализу вам такую вещь говорили. Вот возьмем прямую, значит, с аддитивной структурой, то есть это групповая операция сложения, и возьмем совершенно произвольное множество, и возьмем его разность с собой. И тогда почему-то оно обязательно содержит некоторую окрестность нуля. Это никогда не говорилось, нет? А? – Говорилось. – И даже доказывалось, наверное, да? Как? – Задача. – Задача. – А, как задача. – Как задача на что? На преобразование Фурье или какая-то… – Нет, просто теория мира. – Просто теория мира. Что здесь важно? Важно, что мера инвариантна. Здесь это как в таком, можно сказать, детском виде, это чего говорить, мера всегда мера или бега. Но здесь все-таки это достаточно общая ситуация, просто группа, на ней инвариантная мера, и тогда это верно. Если мера неинвариантна, это неверно. И вообще здесь объединяются сразу несколько структур. Структура умножения, групповая структура и мера. Значит, вот они здесь взаимодействуют. Но давайте я все-таки намечу доказательства, хотя бы, тем более, если вы знаете второе, первое утверждение. Значит, надо что сделать? Надо взять компактное множество, такое, которое мало отличается от нашего Е. Ну, на какой-то Эпсилон. Такое и есть, потому что это локально компактная группа. Сигма алгебра порождена компактными же дельтам множествами, так что это верно. И, кроме того, еще возьмем окрестность, такую У, которая, наоборот, содержит это С, компактное множество, и даже содержит даже больше немножко. Она содержит некоторое облако этого множества. Значит, В – это окрестность единицы. Ну, давайте считать, что она симметрична для простоты. Это окрестность единицы. И, значит, мы берем столь малую окрестность, чтобы облако С тоже попадало в невья в У. Ну, и тогда просто, значит, следующая цепочка утверждений. Что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что мера… Значит, возьмем две точки из этой самой В. она и будет той самой окрестностью, которая лежит, вот, я написал… А, я доказываю первое. Значит, первым мы доказываем непрерывность функции. Что значит непрерывной функции? Это означает, что если взять достаточно малое значение этого множества, то в правообразе будет лежать окрестность единицы. Вот эта окрестность В, которую я сейчас выбрал, вот такая, она и будет той самой окрестностью, которая нужна. И если взять две точки, то доказать нам, на самом деле, следующее, что ХЕ симметрическая разность с Е минус ИГРКЕ симметрическая разность с Е меньше эпсилон. Значит, есть такая окрестность, внутри которой вот это будет выполняться, это условие, да. Ну, а это уже просто надо… Еще я не использовал, но сейчас использую инвариантность меры, и из неравенства, практически из неравенства треугольника для множества, все сразу и вытечет. Но я не зря об этом сравнительно простом факте говорю, потому что, на самом деле, он намекает на уже более серьезную вещь, а именно на теорему Вейля, о которой я буду говорить, но, правда, доказывать буду без ссылок на другим совершенно способом. Вот, значит, вот такие соотношения. Значит, ну, во-первых, это меньше, чем мюл ИКСЕ ИГРКЕ просто по неравенству треугольника. А это, в свою очередь, будем оценивать таким образом. Значит, мы рассмотрим… Вот, сейчас я использую инвариантность меры. Я рассмотрю ИКСЕ-1, применю ИКСЕ-1 к обеим множествам, и поскольку мера инвариантна, то фактически речь идет вот об этом. Нужно доказать, нужно оценить вот это. Вот. Ну, а это оценивается так. Значит, вот это оценивается таким образом, что это меньше, чем… Надо, значит, использовать этот С, который я выбрал, компактное множество. А для компактного множества, как мы увидим, это утверждение тривиальное. Ну, не тривиально, но, в общем, в случае, очень просто. И плюс последнее – ИКМЕД, ИКСЕ, ИКЕЕ. Вот. Значит, это вытекает из близости С и Е. У нас так выбрано. Но я не знаю, там, какой-то Эпсона поставить. Здесь нужно будет не одно Эпсона, получится несколько. А вот это – это то же самое утверждение, но не для произвольного измеримого множества, а просто для компактов. Значит, для компактов… Вот я использую то, что я говорю, но я не только про это слагаемое. Это есть МЮ, ИКМИНОСПЕРВАЯ, ИКСЕ, СЕ. Ну, а это близко, поскольку наше множество В, значит, оно… Значит, ИКСЕ, ИКСЕ, сейчас я не написал, МЮ, от ИКСЕ, поскольку этот элемент лежит В, то нам надо достаточно использовать, что это меньше, чем МЮ, ВЦ и С. Ну, а это меньше… А это мало, потому что ВЦ лежало ВУ. А У нас и С связано тоже Эпсилоном. Ну, вот, собственно, и все. Это тофтология почти. А, значит, оказалась следующая вещь, что топологию можно восстанавливать, зная только группу и инвариантную меру на ней. Правда? Ведь потому что вот эти окрестности появились. Сейчас мы уже топологию имеем, но мы вытащили окрестности просто из вот этого условия, малости этой функции. Значит, это такой принципиальный факт, что структура, топологическая структура восстанавливается на локально-компактной группе по мере, по инвариантной мере. Давайте выскажем точно эту теорему. Она называется обратная теорема Вейля. Это Андре Вейля, о котором я уже говорил, вот автор той самой книжки, которую я рекомендовал. Один из самых крупных математиков 20 века. Значит, он заметил и доказал, довольно сложно, но вот развивая такие соображения, следующую теорему. Значит, пусть же уже не локально-компактная группа, а группа с Боррелевской структурой, топологии нет. А есть просто сигма-алгебра некоторых множеств, которые мы считаем Боррелевской в будущем, а пока это просто сигма-алгебра. Ну, что это значит? Не какая-нибудь сигма-алгебра, а такая, что ее связь с структурой группы такая же, как в топологической группе. Значит, что это значит? Что отображение x y в ну, давайте так и будем писать, y минус 1 x, это элемент g крис g, а это элемент g является измеримым. Не топологии нет, а есть Боррелевская структура, есть сигма-алгебра, значит, это означает, что прообраз Боррелевского, прообраз элемента этой алгебры тоже будет соответственно элементом этой алгебры. Ну, и, разумеется, я, как всегда, считаю, что наша сигма-алгебра счетно порождена. Ну, есть не очень хорошее название для таких объектов измеримая группа. Нехорошо это звучит, потому что здесь правильнее измеримые функции, измеримое отображение, это хороший ответ. Измеримое пространство звучит плохо, и я это терминологии не употребляю, хотя в некоторых книжках она есть. Значит, группа с Боррелевской структурой и умножением. Можно сказать, что это Боррелевская группа. Так вот, если существует сигма-конечная левая или правая неважно инвариантная мера, то существует топология, и она тоже каноническая, она однозначно определяется, топология на Ж, превращающая Ж в локально-компактную топологическую группу. Ну и значит, Боррелевская структура, Боррелевская сигма-алгебра, которая совпадает с той, которая была. Ну, я просто коротко напишу, с той же Боррелевской сигма-алгеброй. Вот. Значит, она, видимо, впервые была доказана в той книжке довольно длинным и таким вот развивающим все эти соображения путем. Можно посмотреть, почитать, можете и попробовать доказать, восстанавливая доказательства, которые совсем другое, которые я приведу. И действительно, это очень идейно, очень важный факт. Локальные компактные группы теперь выглядят не просто так выбранными нами, что там все удобно. Нет, это вот такой класс, с которого сдвинуться нельзя. Если вы хотите строить инвариантное интегрирование, вы должны ограничиться локально компактными группами. Ну, вот, учитывая мои дальнейшие планы, я, может быть, сегодня, может, в следующий раз как раз отсюда двинуть. Я буду говорить о том, что же мы можем сказать в случае не локально компактных групп, что остается. Ну, вот, одно следствие отсюда ясно, что, значит, ну, вот, собственно, сама теорема утверждает, что надеяться на то, что на группе можно ввести, давайте я немножко, на самом деле, это эквивалентно, но не очень очевидно, замечание. Слова левоинвариантная сегмоконечная мера можно заменить на, ну, тоже лево, квази-инвариантная мера. Это, кстати, будет следовать здесь доказательству, хотя в те времена никаких квази-инвариантных мер не рассматривались. То есть даже если вы требуете только, что эта мера сохраняется не буквально, а сохраняется только множество мер и нуль, все равно это бывает только на квази-инвариантных, на локально-компактных группах. Вот. Ну вот, я останавливаюсь здесь, доказательства будет чуть-чуть позже, потому что я сейчас начну развивать ту технику, которая, собственно, ради которой и появилась эта инвариантная мера, мера Хаара, и, собственно, ее роль в теории представлений такая важная, она как раз связана с, вернее, лучше так сказать, что главное приложение меры Хаара для общих групп, конечно, не для коммутативных, где много всякого анализа существующего самого по себе, но для общей теории групп главное применение меры Хаара это теория представления. Значит, давайте вспомним, что если есть группа или пространство, и на нем есть мера, то тогда можно определить разные хорошие пространства. например, вы все знаете, что такое пространство ЛП. Значит, мё, давайте рассматривать мё сейчас пока как левый инвариант, левый или правый, неважно. вот. И я в прошлый раз даже говорил, что значит, я в прошлый раз говорил о том, что меры на группе можно определить операцию свертки. вот сейчас я эту операцию перенесу с мер на функции. Значит, я выделяю два самых важных пространства Л1 и Л2. Значит, пространство Л1 можно рассматривать как пространство знакопеременных мер до я сказал, что это всегда, я не пишу эту меру все время, но я имею ввиду конкретную левый инвариантную знакопеременных мер эквивалентных Мирихаара. Функции вещественные числа, не комплексные числа. А, да, нет, вот, спасибо, что вы сказали. На самом деле, значит, тут, на самом деле, конечно, в Л2 мы всегда будем иметь в виду С. Комплексные числа в теории представлений, в общем, как правило, рассматривается над полями, как правило, алгебраически замкнутыми, ну и, конечно, не только. И поэтому, вообще, если неоговорено противное, всегда будет С. Но сейчас про Л1 я буду говорить про Р, именно потому, что я хочу, ну, впрочем, и это не важно. На самом деле, если С, то будут не знакопеременные меры, а меры с комплексными числами. Не важно. Значит, это меры не, только не эквивалентные, а абсолютно непрерывные. Это известно, что такое. Я, по-моему, говорил даже. Непрерывные по мере Хаара. Ну и, поскольку есть свертка мер, то есть свертка функций. значит, Ф свертка H это есть Ф Х Игрок минус 1 Х Игрок Дмю от Игрок по группе Ж. Это имеет смысл. В Л1 это имеет смысл. Это что такое? А это просто и есть свертка мера, о которой я говорил, но теперь я переписал это в функциях. И заметьте, что вообще для начинать свертку с изложения свертки с функций нельзя, потому что непонятно, пространство не определено. Но после того, как мы уже выбрали меру глобальную уже, в частности, меру Хуара, то теперь уже можно сворачивать функции. И это имеет смысл в Л1. То есть я хочу сказать, что для любых двух функций из Л1 вот то, что получится, это функция от Х, от Х. Это действительно будет функция из Л1. Понятно, да? И это и есть кандидат в групповые алгебры. Вот Л1 как пространство уже функций. В тот раз было пространство мер, но теперь я хочу перейти к функциям. Это в некотором смысле групповая алгебра. Но функции появились именно потому, что мы рассматриваем меры абсолютно непрорывные по мере Мю. Это, к сожалению, групповая алгебра не стопроцентно хороша, но все-таки к ней надо относиться с уважением. Значит, в частности, у нее есть, в ней есть инволюция. Значит, инволюция Ф определяется, ну, давайте я сразу и для комплексных чисел скажу. она определяется как комплексно сопряженная с переходом к обратной. Но если вещественной, то не надо брать комплексно сопряженности. Так что, это алгебра с инволюцией, о которых мы еще будем говорить. Правда, я уже L1 покритиковал. На самом деле, более серьезной групповой алгеброй является так называемая C-звездочка алгебры, но о ней речь впереди. C-звездочка алгебра групповая, групповая алгебра. А вот L2 не является алгеброй по свертке. То есть, там свертка иногда определяна, но неверно, что интеграл всегда существует. L2 хороша другим. L2 чем хороша? Это Гильбертово пространство. Давайте так писать G точкой с запятой C. Вот правильная запись пространства. Точка с запятой означает после точки с запятой ставятся коэффициенты. Значит, это Гильбертово пространство. И этим оно особенно важно. Но само это не только Гильбертово пространство, это все-таки пространство функций. И как пространство функций оно имеет, не имеет структуры кольца, но оно имеет порядок. Просто есть, это очень важно, есть конус положительных функций для вещественного случая, ну а для комплексного случая тоже есть соответственно разложение. Ну вот что про Гильбертово пространство вы знаете? Наверное, много чего, да? У вас функциональный анализ уже был. А кто здесь, вы все с четвертого или? Нет, да? А у третьего еще только сейчас функциональный анализ и Гильбертово пространство еще были, но не было, допустим, спектральной теоремы, этого еще не было, да? Ну хорошо, это не страшно. вот, значит, что, чем это пространство и мера Хара, чем нужна и полезна, это вот чем. Значит, я начну как раз с главного объекта. Значит, определение регулярного представления. Значит, появляется у нас представление групп. Значит, регулярное представление группы Ж. Вообще, что такое представление, но это вы знаете, не буду я с самого начала это начинать с самого с нуля. Значит, это гомоморфизм группы в группу, как правило, линейных преобразований какого-то пространства. Мы будем пока рассматривать группу преобразований Гильбертова пространства и более того, мы будем рассматривать гомоморфизм в группу унитарных давайте я для краткости обозначу H, пока это будет L2, в группу унитарных операторов Гильбертова пространства. Значит, я напоминаю, что унитарный оператор в Гильбертовом пространстве со скалярным произведением, тут скалярное произведение вы прекрасно знаете, это такие операторы, что ну, по-разному можно сказать, что они сохраняют норму, обратимые операторы, которые сохраняют норму, вот, но можно это по-разному написать, потому что квадрат нормы это вот такая вещь, ее можно расписать как сопряженный оператор, понятно, что значит, да? это как значит, те, кто еще не знают операторы гильбертов пространства, наверняка знают матрицы, и в данный момент считайте, что это просто матрица, а что это какое-то пространство, матриц, может быть, и бесконечных, сопряженная, это в точности есть значит матрица, то есть сопряжение с транспонированием с переходом комплексно-сопряженного. вот и это означает всего-навсего, что у со звездочкой у равно единице, ну и соответственно у со звездочкой равно единице. Вот что такое унитарность. Почему именно унитарные представления, об этом стоит сказать, потому что как раз последние сколько-то скажем 20-30 лет люди уходят от унитарности, но классическая теория, о которой тоже будем говорить, для конечных групп, она теория унитарных представлений по тривиальной причине, там все конечно, и гибертово пространства напрашивается, а вот для бесконечных это на самом деле урок приложений, в основном физики, именно и анализы, конечно, тоже, представления, унитарные представления правильно обобщают конечномерный гармонический анализ. Немножко я еще об этом скажу, чтобы связать, насколько я понимаю, с очень подробным курсом анализа, в котором было много преобразования Фурье. Преобразование Фурье фактически это некое преобразование для произвольной локальной компактной группы, и мы об этом будем говорить. Так вот, сейчас я построю регулярное представление, что тут его строить, оно определяется так, уже действующая на функцию. Это есть просто подстановка аргумента. Тут есть тонкость. Некоторые любят ставить G-1, но в общем для обратимых операторов это не так важно. понятно, да? Вот. Именно потому, что этот оператор унитарный, это определение корректно, потому что эта функция снова будет лежать в L2, так что это есть линейный унитарный тем самым оператор в пространстве, но почему он унитарный? Давайте проверим. Почему он сохраняет скалярное произведение? Да потому, что мера инвариантна. Ну, можно и не писать даже, понятно. Просто вот точно так же можно определить значит, это я определил левое регулярное представление. Точно так же можно определить правое. Давайте напишем L. Правое регулярное представление, оно определяется умножением справа, и вот тут, пожалуй, полезно писать G-1, ничего не меняет. И это тоже унитарное представление, но другое. Даже в том случае, когда левые инвариантные меры и правые инвариантные меры совпадают, помните, я говорил про такие случаи, вот, например, все полупростые группы, такие, это меры совпадающие, но представления разные. Вот, это фундаментальный объект, который, с которого теория представлений, бесконечно мерных представлений начиналось, вот, и разумеется, чтобы было все гармонично, давайте просто скажем, что это обобщает, что именно, что если группа G конечна, то тогда L2 это просто групповая алгебра, конечномерное пространство, и в нем, в этом конечномерном пространстве мы взяли меру Хаара, которая есть просто усреднение по группе, и тоже мы и там имеем регулярное представление, это, наверное, говорилось об этом, и может быть даже Павел Павлович говорил, вот, но колоссальное различие между вот этим случаем и конечным состоит, конечно, в том, как это представление себя ведет, об этом будет идти речь, но, в общем, это целая наука, и забегая вперед, скажу, что принципиальная разница оказывается, и это зависит от свойства групп, в отличие от конечных групп, где это и другие представления допускают единственное разложение на неприводимые, здесь этого нет не только в том смысле, что нельзя разложить в сумму неприводимых, может быть, в интеграл по неприводимому, но даже этого нет, то есть для некоторых групп вот такой парадокс, это была сенсация, неверно, что регулярное представление имеет каноническое разложение на неприводимые, увы, более того, у него много разложений, и они совершенно могут быть различными по своим свойствам, но это такая угроза, которая не скоро воплотится, хотя это надо иметь в виду, но правда это бывает далеко не со всеми группами, но с очень простыми уже группа Гизенберг дискретная как раз такая, что там регулярная, да, давайте вот еще я скажу про дискретные группы, стоит их тоже включить в наш поток, значит, если группа дискретна, то L1 это L1 маленькая, да, и тогда все остается, ну, а L2 это L2 маленькая, и все остается верным, регулярное представление, это представление в L2 маленьком, все это остается так, пойдем дальше, значит, я, пожалуй, сейчас не буду говорить о том, как выглядит, что такое разложение на неприводимое в бесконечно мерном случае, и все, что связано с таким более подробным гармоническим анализом, а скажу просто про несколько конструкций, которые в теории представлений наиболее важны. Придется несколько слов сказать про группу унитарных операторов. Это вот тот самый образ, о котором мы только что говорили. В конечномерном случае это унитарная группа. Очень важный и нетривиальный объект, изучающийся до сих пор. У него много очень свойств, которые до сих пор не очень ясны, но, в общем, это замечательная группа. А если пространство бесконечно мерно, то тогда можно даже рассматривать группу всех унитарных операторов это гигантская группа. А можно рассматривать некоторые ее подгруппы, связанные с базисом. Это тоже впереди. Сейчас я хочу сказать вот о чем, как мы вот эта группа не локально компактна. Нет, не это, а я имею в виду унитарная. я дайте напишу. Вот. У АТМ она просто компактна, а группа всех унитарных операторов бесконечно мерным гильбертовом пространстве не является локально компактной. Очевидно, попробуйте доказать сами, но совершенно ясно. Но вот какой парадокс. Теорема. Давайте рассмотрим немножко больше, чем унитарную группу, а именно группу сжатий. Сжатий. Да, может быть, извините, перед теоремой я хочу дать определение. Может быть, вы тоже знаете. Значит, в бесконечно мерных пространствах имеется много разных топологий. Но в гильбертовом пространстве топология задается метрикой, имеется, она одна. Но и то, и в гильбертовом пространстве можно еще ввести так называемую слабую топологию. Слышали, наверное, да? Давайте скажем, что такое слабая топология гильбертовом пространстве, а потом я скажу, что такое слабая топология пространства операторов. Значит, как всегда, топология. Значит, давайте пока это отступление забудем. Это бесконечно мерное гильбертово пространство. Комплексное. Вот. В этом пространстве есть базис, но поскольку мы рассматриваем все сепарабельное и не сепарабельных не рассматриваем, то это означает, что там есть такой базис E1, EN и так далее. И каждый элемент можно записать как ряд по этому базису. Причем коэффициенты это комплексные числа, которые с квадратом сходятся, и тем самым это есть изоморфизм этого гильбертово пространства и L2 маленького. Правда? Значит, если базис занумерован ну давайте считать целыми числами от единицы до бесконечности, то это разложение дает изометрию бесконечно мерного гильбертово пространства L2. Поэтому в различных случаях, когда детали не важны, можно просто обращаться к L2. Ну и тогда что такое слабая топология совсем просто сказать. Что такое слабая топология в L2 маленьком? Ну вы знаете, да? Это окрестность нуля определяется, это есть просто цилиндрическое множество. Значит, V окрестность нуля. Ну давайте я даже дам такой инвариантный определение не связанное с тем, что это L2. Окрестность нуля определяется тремя объектами F1, F2 и Epsilon. Значит, определение. База окрестностей нуля в гильбертовом пространстве это есть множество множество таких элементов H, которые F1 и S2 это два элемента гильбертового пространства, а правильнее считать сопряженного. Но, как вы знаете, гильбертово пространство, сопряженное гильбертово пространство канонически изоморфно-самому гильбертово пространство, потому что каждый линейный функционал задается как функционал в смысле этого скалярного произведения. Так вот, F1 и F2 это два функционала, и значит, правильнее сказать так, что F1 H F2 H меньше Эпсилон. Ну, вообще, на самом деле, надо просто брать, даже так лучше сказать, что можно просто не базу определять, а сразу любую окрестность, базу окрестностей, таким образом, что надо взять конечное число функционалов и требовать, чтобы значение этих функционалов на элементе H как вектор от единицы до N лежал в каком-нибудь, в какой-нибудь окрестности нуля в РН, в ЦН. Что такое сходимость, слабая сходимость гильбертового пространства? Это просто сходимость по-коэффициентное. То есть, это вы как бы проигнорируете гильбертового пространства. Это очень слабенькая топология. Сходимость в гильбертовом пространстве это сходимость в смысле вот этой нормы. Вот. А здесь мы просто не обращаем внимания вот. И простое свойство хотите докажу, хотите сами докажете, что единичный шар гильбертовом пространстве С1. Меньше или равно единице? Слабо компактен. Казалось бы, я противоречу себе. Я сказал, что гильбертово пространство бесконечно мерно не является локально компактным. но так оно не является локально компактным в своей нормированной топологии. А в этой топологии оно тоже нельзя сказать, тут есть тонкости, от этого она не становится локально компактной, но тем не менее, действительно, если вы возьмете множество значит возьмете просто любую счетную последовательность элементов гильбертово пространства, вы из нее можете извлечь очевидным образом сходящуюся слабо сходящуюся последовательность. Потому что это конечномерная теорема фактически. И вот оказывается, что то же самое верно и для операторов. Только надо брать видите, здесь очень важно, что это шар, а не сфера. Это неверно, если здесь поставить единицу. Но понятно, что если вы возьмете вот эту последовательность базисных векторов, она сходится слабо к нулю. Это вы все знаете, если взять синусы, которые имеют норму 1 воль, 0,2 на 0,2 пи, но они слабо сходятся, последовательность слабо сходятся к нулю. Вот то же самое и здесь. Так вот, это важно, что здесь норма меньше единицы. Так вот, если, теперь я возвращаюсь к унитарным операторам, если взять унитарные операторы и брать и брать не унитарный оператор, а брать операторы, которых норма меньше единицы или равна единице, по тем же причинам это слабо, значит, как определяется слабая топология, это точно так же. Я даже, давайте я все-таки напишу новую формулу, но это на самом деле фактически я ее уже написал, значит, окрестность V единичного оператора это есть, она задается двумя функционалами, вот потому я ей написал два, и еще числом эпсилон, и состоит из всех операторов, у которых вот такое скалярное произведение меньше эпсилон, вот и все, множество таких у, у которых если взять два функционала и взять вот такое, это и есть как раз окрестность, окрестность нуля, 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 не единица, нуля, конечно, да, да, окрестность нуля, мы рассматриваем, конечно, группу по умножению, но сейчас я рассматриваю шар, и, конечно, здесь нужно рассматривать окрестность нуля, в этой топологии унитарные операторы слабо компактны, ну вот, может быть, это немножко скучно, ой, я, кажется, пропустил время перерыва, но давайте я сейчас сформулирую вынурну из этого мира напоминаний фактически, потому что большую часть вы знаете, но, впрочем, я очень прошу вас останавливать меня, если действительно непонимание зашло достаточно далеко. Вот что отсюда вытекает. Из того, что группа унитарных операторов вкладывается, но она внутри шара, то получается, что если взять представление, вот теперь вернемся к нашему L2 и рассмотрим унитарное представление нашей группы в пространстве L2 от G C по левой инвариантной мере. Рассмотрим вот такую, собственно, это семейство операторов, которые отвечают элементам нашей группы. Это унитарные операторы. И после перерыва я докажу, что слабая топология, ограниченная на эту группу, она будет слабой топологией локальных компактных. Значит, оказывается, что эта слабая топология, если ее ограничить на именно такую группу, уже это оператор, который стер, в общем, тот самый, который действует вот таким образом. Да, слева или справа, это не важно. Это замечательное семейство операторов, совершенно конкретное. и оказывается, что эта цепочка операторов, если добавить к ней нулевой оператор, то получится слабый компакт. И весь Вейль, Андре Вейль, сидит здесь на самом деле. Почему? Потому что, имея регулярное представление, имея семейство операторов, мы вложили группу в пространство унитарных операторов и ограничили на это пространство совершенно каноническую слабую топологию. Никаких вот этих фокусов, о которых я говорил, как там окрестность убирать, не надо. Все уже сделано. Слабая топология, она все это обеспечит. Получается единственная разумная топология, и это та самая, которая в этом случае дает локально компактную топологию. То есть мы начинаем с того, что группа измерима, на ней есть, пожалуй, я это повторю после первого, значит, имеется группа, измеримая группа, то есть я не люблю это слово, но группа баррелевская без топологии какой-то не было, но с инвариантной мерой. Тогда на этой группе можно определить вот такое семейство унитарных операторов. А тогда слабая топология в пространстве унитарных операторов, ограниченная на эту цепочку, будет локально компактно, и это и будет та самая топология Вейля. Вот. Так что, тем самым, такой, я бы сказал, триумф в теории представлений, маленький, конечно, это очень смешно, но на самом деле это, если все это расписать, то это довольно забавно, топология. Потому что, тут вот за этим, за слабой топологией, за всем, что происходит, запрятано то, что обычно, вот, если вы посмотрите в книжку, это такая возня, но не очень сложная, но тем не менее, даже, я бы сказал, раздражающая, потому что не нужно этого делать. Вот настоящее современное математическое доказательство. топология не возникает по каким-то локальным причинам, извините за игру слов. Это просто каноническая топология, которая переходит из представлений. Ну, давайте сделаем перерыв на несколько минут. Про непрерывность, конечно, это зря. Значит, когда мы говорим про представления топологических групп, топологических, то надо всегда сказать, в каком смысле вы отображаете группу, ну, в группу какую, ну, не знаю, в алгебру даже, или в группу автоморфизма в какого-то пространства, какого-то линейного пространства Х, да? Надо всегда говорить, в какой-то топологии, или, может быть, ни в какой, это отображение непрерывно. Так вот, в теории унитарных представлений, дело в том, что в пространстве унитарных операторов есть куча топологии, кроме слабой, есть еще, к счастью, совпадающая с ней, сильная, но это именно для унитарных, а кроме того, есть нормированная топология, это самая такая сильная, естественная, где окрестность нуля, это просто множество операторов, не для унитарных, а про все операторы, окрестность нуля, это просто операторы с маленькой нормой. Это очень жесткая топология, и никогда не требует представления от представления непрерывность в этой топологии. Всегда имеется в виду непрерывность в слабой, или, ну вот, повторяю, для унитарных операторов это сильная. Давайте я скажу, что такое сильное и слабо, а вы докажете, почему для унитарных операторов они совпадают. Значит, все дело в том, как определять окрестность нуля. Значит, окрестность нуля, давайте я напишу, ну вот, это равномерная топология. Теперь, вот то, что я написал, у F1 запятая F2 по модулю меньше эпсилон, это слабая топология. вот для произвольного количества, может быть, не два функционала, много, это база. Ну, и есть еще такая топология. Для данных, для данного F, для произвольного F, это меньше эпсилон. Вот, оказывается, эти две совпадают. Значит, здесь окрестница определяется одним функционалом. Это множество операторов, которые на данном операторе нормы имеют меньше. Здесь ничего, никаких функционалов не надо, просто вот все написано. Это зверская топология, в ней сходимость очень, очень тяжелая. А вот эти две для унитарных совпадают, вообще говоря, нет. И непрерывность для унитарных всегда будет именно такая. Это надо было сказать, когда я говорил про, вот, помните, про то, что слабая топология ограничивает на, если топологическая группа есть, всегда непрерывно, под представлением имеет в виду непрерывность слабой или сильной топологии. Вот. Теперь давайте мы посмотрим, значит, в чем, собственно, главная лемма в доказательстве того, что есть локальная компактность. Она совсем простая. Значит, тут важно, что это очень специальное представление. У нас есть L2, Гильбертово пространство, но Гильбертово пространство именно L2. То есть, тут важно понимать, Гильбертово пространство, оно не имеет такой априори структуры, но если вы ее зафиксировали, то вы можете говорить о большем количестве понятий. Вот, значит, здесь мы рассматриваем такое пространство, и здесь пока не какой-то апологии АДЖЕЯ я не требовала. Просто Боррелевская группа с инвариантной, левой инвариантной меры. Но теперь, значит, мы как бы переходим немножко в другую область, а именно я про эту группу даже на минуточку забуду, буду считать, что это пространство с мерой, даже возьму другое обозначение, и просто буду говорить, представьте себе, что у вас есть пространство коэффициенты комплексные, но это не важно, пространство с мерой, и на этом пространстве действует группа. Это как раз наш случай, но у нас очень специальное действие. Оно, во-первых, транзитивно, правда. Что это означает? Это означает, что для любых двух, это общая прилиния, транзитивность означает, что для любых двух элементов существует такой элемент группы, который, я говорю сейчас про это действие немножечко же, y1 равно y2. Имеется группа, которая действует в некотором пространстве с мерой, это пространство с мерой, в этом пространстве с мерой группа меру сохраняет, она действует транзитивно, а второе условие свободно. Что такое свободное действие? Свободное действие, это означает, что нет, что если элемент g не равен единице, то множество неподвижных точек уже имеет меру ноль. Ну, или пустое просто. То есть, все элементы отличные от единицы действуют без неподвижных точек. Никакой стациональной группы нет. Но из этого всего вытекает просто, что группа g, она в некотором смысле отождествлена с игроком, правда? Потому что каждый элемент g, если взять какой-нибудь элемент из игрока и считать его единицей, тогда, во-первых, любой другой элемент можно перевести в этот элемент с помощью элемента группы уже, и притом единственным образом, потому что других нет. Это то же самое. Так вот, то, что я хочу сказать, сводится к следующему. У нас есть L2 на каком-то пространстве, не важно, что это группа, и на этом пространстве действует свободно и транзитивно некоторая группа. Конечно, вы можете сказать, давайте отождествим ее с группой, но я просто не хочу этого делать, но это как раз вот такая ситуация. И вот удивительным образом оказывается, что если такое транзитивное действие, свободное, да еще сохраняющее меру, есть, то тогда действие этой группы, тогда семейство сейчас, тогда семейство операторов этой группы будет локально компактно. только из этого. Вот, эта ситуация скорее напоминает теорию преобразования с инвариантной мерой, чем теорию представлений групп, потому что просто имеется пространство, на котором группа действует свободно и транзитивно, и все. И тогда эта группа на этом, если она сохраняет меру, то тогда выясняется, что это в слабой топологии. И при этом это почти очевидно. Смотрите, я обещал как раз использовать то, с чего я сегодня начал, что локальная компактность означает, что есть одноточная компактификация. Так вот, давайте мы к этой группе присоединим нулевой оператор. я утверждаю, что этот нулевой оператор есть слабый предел последовательности элементов. Но это совершенно ясно. Значит, смотрите, вы берете вот это пространство y, берете элемент, ну, любой элемент из нашего пространства L2, ну, например, какую-нибудь характеристическую функцию множества A. Если мера этого A конечна, да, простите, я еще виноват, опять я забыл сказать, значит, тут есть специальный случай, который просто тривиален. Предположим, что мера, которую сохраняет эта группа конечна, тогда из того, что я говорю, вытекает, что это G компактно. Вот это такой простой и, нужно сказать, важный факт из теории преобразования, который я даже нигде не встречал. Еще раз повторю, вот пусть имеется действие некоторой группы, транзитивное и свободное, и это действие сохраняет непрерывную, дискретную, конечную меру, ну, например, вероятностную, тогда эта группа компактна. вот, это почти тривиальная вещь, потому что в слабой топологии, я имею в виду, группа в слабой топологии компактна, но и поэтому она просто компактна, потому что, значит, как проверять компактность? Ну, просто проверять, так и проверять нужно, нужно проверять, что из любой последовательности можно извлечь сходящиеся, но ведь у нас это группа преобразований сохраняющих меру, поэтому если вы возьмете какой-нибудь элемент или какой-нибудь, да, и возьмете последовательность элементов этой, ну, скажем, достаточно рассматривать характеристические функции и взять образы при отображении характеристической функции, но это все равно, что взять последовательность множеств. Значит, поскольку мера конечна, то уже отсюда вытекает, что вы можете извлечь сходящуюся последовательность, потому что это пространство с конечной мерой, ну, пространство с конечной мерой всегда можно считать просто отрезком 0,1, с точки зрения теории меры это все одно и то же. В этом смысле никакой разницы нет, я потому я отошел от группы и рассматриваю ситуацию пространства с мерой, потому что в этом случае это просто пространство изомортное, не как топологическое, а как баррельское пространство, просто на отрезку 0,1. А? А теперь давайте общий случай рассмотрим, пусть меры бесконечны, но тогда ничего дурного не появляется, просто если вы берете какое-то множество, если мера бесконечна, то тогда очевидно, что есть только два случая, либо вы не уходите из какого-то множества конечной меры под действием G, и тогда это предыдущая ситуация, или вы уходите на, так сказать, бесконечность, то есть у вас можно выделить семейство элементов G, N, A, которые не пересекаются, ну вот так, скажем так, и тогда такая последовательность слабо сходится к нулю, потому что это последовательность функций, которые дизъюнктны на этом пространстве по L2, это означает, что они сходятся к нулю. Вот и все. То есть вся соль вот этой теоремы запрятана на самом деле именно в слабой топологии как таковой. Но в общем эта тривиализация этой самой теоремы Вейли на самом деле неспроста, это просто означает, что и она очень несложная. Но бывает, что несложные теоремы первоначально доказываются довольно сложным путем, потому что используются не те структуры, какие естественно. Ну вот, собственно говоря, я, пожалуй, тем самым я... Но тем не менее, вот эта формулировка, она, честно говоря, даже для меня немножко новая, потому что как-то не обращалась на это внимания, что действительно правильно замечено, никакой топологии не нужно, а она возникает сама. Просто из самой теории операторов Гильбертовом пространстве, и, значит, тем самым она каноническая. Давайте пойдем дальше. Значит, следующий, давайте я все-таки буду обозначать, называть параграфы. теперь этот параграф как бы завершает локально компактные группы и инвариантные меры. Ну, и еще немножко я сказал про регулярное представление, но о нем еще будет много речь впереди. А сейчас я хочу систематически рассмотреть унитарное представление, и давайте параграф так и обозначим. конструкция унитарных представлений, но пока еще локально компактных групп. она принадлежит в случае конечных групп, она принадлежит замечательному математику пограничной эпохи 19-й, ну, больше 20-й год, Исаия Шур. А современная трактовка уже для бесконечных групп это то, что называется ГНС конструкция Гильфанд Наймарк Сигл Значит, Гильфанд это Израиль Моисеевич Гильфанд замечательный наш математик и один из моих учителей и мой соавтор Наймарк это его коллега который написал кстати замечательную книгу очень рекомендую две у него книжки одна называется Теория представлений она неплохая она правда написана очень-очень давно но тем не менее очень рекомендую Теория представлений и все по-моему так и называется а вторая его книга называется она про алгебру она называется Нормированная алгебра когда-то это называлось Нормированная нет она называется Нормированные кольца сейчас это называется Банахова алгебра это его книжки Сигал их несколько было но здесь имеется ввиду умерший математический физик он работал в MIT а есть еще ныне живущий очень успешный тополог которого зовут Грэм Сигал это другой значит эта конструкция значит современной форме появилась в книжке Гельфанда Наймарка перед самой войной по-моему в 39 или в 40 году ну на самом деле дальше а потом она стала такой популярной стала таким общим местом но это общее место надо знать и поэтому я сейчас о нем скажу и пожалуй еще для того чтобы было у этого параграфа более яркая индивидуальность я напишу еще и положительно определенные функции собственно это главный герой я с него и начну вот ну вот вам к вам вопрос что такое положительно определенные матрицы хорошо известно да матрица у которых не отрицательны главные миноры вот очень модное сейчас понятие которое к матрицам относится и стоит о нем сказать оно такое значит п о матрице это вы знаете положительно определенные матрицы но тоже не новые но вы вылезшие сейчас наружу понятие вполне положительные матрицы но на западе говорят тотали позитив дефинит вот кто-нибудь слышал о нем об этом понятии это определение банальное но теория очень нетривиальная это такие матрицы они нам пригодятся но не сейчас у которых все не только главное все миноры не отрицательны какой не возьмете минор он не отрицательный это очень узкий класс конечно это подкласс положительно определенных но очень жесткое новое требование которое очень уменьшает запас и значит вот мы будем говорить таких матрицах в связи с представлениями симметрической группы вот но сейчас пока речь это положительно определенных матрицах и функциях значит вот определение произвольная группа не обязательно локальная компактная вот комплексная функция называется положительно определенной если верно следующее для любых для любого конечного набора элементов а дальше ваша матрица вот такая и жи от единицы до n просто берете конечное число элементов и рисуете матрицу n на n n элементов берете матрицу значение функции вот так в таком виде так вот нужно чтобы это было неотрицательно вот теория значит тут очень полезно сказать про несомненно вам знакомый сюжет для случая r просто для вещественных это в теории вероятности во всяком случае одно из основных понятий x и минус x g значит функция на прямой на оси которая удовлетворяет вот такому условию если вы возьмете разности этих элементов для любого набора x1 и так далее xn такая матрица вот значит для локально компактных групп этот вопрос довольно хорошо изучен и главную теорему теорему Бохнера я наверное в следующий раз докажу которая описывает для локально компактных групп в некотором смысле все ну так не очень явно конечно все положительные определенные функции точнее дает дуальную дуальную характеристику а вот такие функции вы знаете как они что такое их привязание фурье да вот пусть такая функция нет да теорема Бохнера была значит ну тогда я не буду сейчас отвлекаться поговорим об этом вообще коммутативный случай я держу на заднем плане просто не хочется на него тратить время но конечно его надо время от времени вспоминать потому что и теория Пантрягина и теория характеров они очень важны значит первое что я хочу здесь сказать что да значит еще положительные определенные функции как правило нормируют значит чаще всего их нормируют вот таким условием но не обязательно вот а есть еще всякие другие условия и одно я сейчас скажу значит это есть еще одно определение значит повторяю что это определение годится для любой группы неважно локально компактное определение можно рассматривать всегда второе определение что такое характер что такое характер группы а это функция комплексная функция на группе значит характер группы же функция на группе которая удовлетворяет трем условиям первое давайте обозначим ее по традиции через хи она нормирована это самое простое условие и не обязательно кстати второе она положительно определена а третье очень важное условие что это центральная функция это означает что хи от g h равно х от h g ну или можно просто сказать что хи от h g h минус 1 равняется хи от g такие функции называются на группе центральными вот одна из главных задач теории представлений для групп каких бы то ни было найти такие характеры их мало как правило на группе и они задают представление определенным образом это задание будет частным случаем конструкции гельфанда наймарка но как раз гельфанда наймарк для характера вот такая тривиальная конструкция нужно искать другие мы будем например говорить много о дискретных бесконечных группах где это очень содержательная задача которая для каких-то групп решена очень нетривиальным образом например для бесконечной симметрической а для некоторых групп до сих пор никакого ответа нет давайте я сейчас скажу что же такое конструкция гельфанда наймарк это вот как а не слышу пара закончилась пара закончилась ой да извините да ну тем более значит в следующий раз я расскажу про вот эту конструкцию дам примеры ну и пойдем дальше кроме того я значит параллельно буду говорить еще о конечных об этом же самом до конечных групп спасибо если есть вопросы пожалуйста не слышу не слышу не слышу